Крупная авария в Мурманске. Сегодня утром движение в городе было практически парализовано. Причина – автомобильная катастрофа на пересечении улиц Шмидта и Держинского. Столкнулись сразу несколько автомобилей и троллейбус. Пострадали пассажиры общественного транспорта. На место аварии выезжало руководство управления внутренних дел. С места происшествия Максим Галямин. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель вот этой праворульной Тойоты. Он двигался в сторону юга, не пропустил машины встречного движения и допустил столкновение. Результат – восемь пострадавших. Трое пострадавших были обслужены амбулаторно на месте происшествия. Остальные находятся под присмотром врачей. Детей среди травмированных нет. Пока неизвестно, давал ли водитель Тойоты показания и в каком состоянии он находится. Так что сказать однозначно, кто стал виновником аварии, пока нельзя. Машина вот эта вот поворачивала на Держинского. Вон ее следы. И стукнула вот эту машину. А вот как та машина оказалась поврежденной, не знаю. Или она же задела. Видите, его даже развернуло в другую сторону, хотя он ехал на Держинского. Столкновение произошло в полдевятого утра на перекрестке Шмидта и Держинского. Машины разнесло в разные стороны. Авария парализовала все движение. Больше всего досталось микроавтобусу и иномарке. Отечественные автомобили и троллейбус зацепило по касательной. Он навстречу ехал от вокзала. На большой скорости? Да, на большой скорости. И не избавляя скорости, стала поворачивать туда. Водитель Калины помнит только то, что у нее перед глазами принеслось что-то синее. Она до сих пор не может отойти от шока. На своей машине женщина ехала в сторону севера, соблюдая скоростной режим. Аналогичное ощущение у водителя троллейбуса, который вовсе не ожидал столкновения. Я ничего не делал. Выскочил по встрече. И врезался? На встрече. Да, я ничего понятного не успел. Большинство пострадавших как раз находилось в троллейбусе. От резкого торможения люди попросту повалились. В таком случае мелких травм и ушибов избежать очень сложно. Полностью запустить движение инспекторам ДПС удалось только через час после происшествия. Все обстоятельства данного ДТП уточняются. На месте работает следственная оперативная группа. Ну и естественно все точные данные будут доводиться до средств массовой информации. Внести ясность произошедшее может видеорегистратор, который был установлен в троллейбусе. Сейчас сотрудники автоинспекции изучают все полученные данные. Причины произошедшего и виновник аварии будет установлен в ходе следствия.